Во время движения нас водитель заставил выходить зачем-то, непонятно зачем. Да я это куда-то закрываю. Да я не понял, всех давай. Куда он крылся? На колебалке ехать, да. Подожди, сейчас все вылезут. Вокрус тут я не снимал, когда мы прыгали с автобуса на ходу. Непонятный жест со стороны водителя. Что, поспали хоть? Да, поспали, у меня всегда проблема спать. Вы что-то как-то делать. Дает трогать 4 минуты, чтобы пассажиры вручили. Эвакуация, конечно, эвакуация. Да, 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 да. Кто не успел, тот опоздал. Тут все, да. Непонятно, что этот мужик нарал, айс. Не, это просто было десантирование. Первый прошел, второй прошел. В этих автобусах мне почему-то плохо спится. Именно с такими большими креслами вообще неудобно. Вот с маленькими креслами, когда 4 кресла в ряду, я сплю, как бы, нормально. Я там на Таню наполовину вот так ложусь, там с ногами как-то. Вот, и нормально. А как бы в этих, ну, вообще не могу. Я сохранил билет. Вот. Ой. Придем на вокзал, и я такой буду ходить с этим билетом и искать. Мне покажут кассу. Мне не такой автобус. Да, я скажу. А, вот вы, не куплю у вас билет. Нам туда. Думаю, явно устали. Даша подготовился, молодец. Давай результат, если вы стоите. Да, а что нам ехать сейчас 10 минут? Не знаю. А на сколько ты договорился пришел? Ну, тут тариф по 20 за человеком. Мы все понимаем, да? Ну, пожалуйста, сегодня не прыгай в бассейн на балконе. Ладно. Сегодня такой день, понимаешь, тут гости. Басик, конечно, староват немного, но вроде чистенький. Отельчик вообще такой, он как бы уже много-много лет ему. Он не новый, ни фига. Мне нравится, он такой немножко музейный. Тут много старых вещей таких. Двоех 500. Это же чистые полотенца. Ты уверен, что они чистые? Надо проверить. Не, ну так, чистенько достаточно, но старенькое все, но чистенькое, достаточно нормально. А вот это что такое? Что? Теле что? ТВ. Бодрячок. Я не знаю, как это сделать. Давайте с балкона. Круто ты живешь. Да, я тоже. Здравствуйте, дети. Я ваша новая учительница, Клавдия Федоровна. Сегодня мы начнем изучать покатушки на мотробайках. Покатушки, да. Учебники страницы 8. Тишина, тишина, кушайте меня, дети. Короче, едем на новое место. Там горячие источники. Прикиньте, вода горячей. Шок просто. Чистая. Здесь водородирование. Водородирование, скорее всего. Но это доподлинно неизвестно. Мы сейчас это проверим. Но там купальня, купальня есть. И мы там будем купаться. Вот. Сколько стоит, не знаю. Думаю, недорого. И ехать далеко. 43, по-моему, километра у меня вот навигатор показывает. Но это будет в удовольствии, во-первых. Потому что все как бы более-менее на байках нормально сидят. 46 минут написано ехать. 40 километров. Вот. И написано с какой скоростью? Ну, со скоростью автомобиля. Но мы будем ехать быстрее, чем автомобиль. По-моему, первый раз у нас такая здоровенная колонна. 7 байков. Да, в прошлый раз было меньше. В прошлый раз было 6 байков. Потому что Руслан с Олей были на одном байке. Как бы очень-очень трудно и медленно получается ехать просто по опыту. Когда колонна выстраивается вот в линию. Когда все едут один за другим, получается медленно просто ехать. Когда в большой компании едем, лучше ехать кучкой. Как байкеры, если вы представляете. Как байкеры. Как шахматный порядок. То есть шахматный порядок получается вот. Как бы если вот, допустим, вот. Ну, а вот тут один байк едет, то второй едет за ним вот так вот. Немножко сзади и чуть в сторонке. Чтобы если это тормознет резко, чтобы было возможность это проехать вперед. А следующий, соответственно, ну вот так вот. Вот, и держитесь плотнее друг к другу. И смотрите, вот мы, допустим, встали впереди, потому что у нас навигатор, мы показываем, куда ехать. Вот, кто-то за нами там, кто-то еще там за ним, еще, еще. Но все равно мы заднего человека в зеркала не видим. Вот, поэтому тот, кто за нами едет, должен следить за тем, кто едет за ним. А тот, кто едет как бы там в середине, должен следить там тоже за теми, кто сзади едет. То есть вы следите все время за теми, кто сзади едет. Если видите, что задний человек отстает, вы тоже останавливаетесь. Пофигу, что мы вперед уезжаем. Мы в зеркала смотрим. Если мы увидим, что все отстали, мы остановимся, будем стоять. Если мы видим, что мы стоим, как бы, а никто не подъезжает к нам, мы развернемся, поедем обратно искать остальных. Вот, то есть, короче, главная идея в том, что для того, чтобы никого не подъезжать, не терять, если вы видите, что кто-то, кто-то, кто сзади едет, вас останавливается почему-то, тормозит, застрял там, остановился, может у него случилось чего, тоже останавливаетесь или ждите, пока он вас загонит. Людминтов сегодня много в дороге. Просто не поворот, а не мент. Она осталась. Номерочек. Прилепели. 10 бат парковочка. Я с тобой привез. Почему борщей такое количество, как будто пара, вообще, сегодня? Походу, кто-то едет. Ринц может какой-нибудь или еще что-то. У нас их будешь? Удовольствие. Королевские горячие источники. То есть, это не просто горячие источники, это королевские. И просто запах не леса, а королевского леса, вот. А это вот королевские уборщики мусора. Адульт 100 бат. Терпимо. Тикитосы разбираем, разбираем. О, смотри, видишь, мульчу делают. Да, из коконата. Вот, коконаты мелко-мелко рубят. И вот это самое, в сельском хозяйстве используют. Бемзочка. Это, типа, пятки чистить? Надо взять, реально, пятки почистить до 100 пудового. Там можно по-можно по-королевски помыться. Ммм, пахнет как-то. По-королевски можно помыться. Мы приехали на Hot Springs, но сюрприз! Это не просто Hot Springs, это королевские Hot Springs. Ты трепещешь уже, Саша? В предвкушении чего-то великого. Ну, я надеюсь, что будет на что посмотреть. Да. Ну, королевские источники, они должны быть шедевральными. Просто обязаны. Потому что их строили, чтобы потрясти короля. Это какой-то сорт особый. То есть это каннабис, но вообще какой-то беспонтовый совершенно. Его можно выращивать. Вот здесь, в Таиланде, его вообще дофига. На севере особенно. Декоративная конопля. Да, а как тебе парк такой? Красивенько, да? Какой-то фонтан в виде грибов. Ну, я только за мной попал. А, ну да, это же королевские источники. Король знает толк. Король знает толк удовольствия. Яйца пироли, а золотые. Королевские яйца. А, да. Кстати, ребят, как бы шутки шутками. А если серьезно, то действует в Таиланде закон, который говорит об оскорблении короля и королевской семьи. Минеральная ванна налево, да. Это пивнука, правда? Вот, Фрингс, нам направо. Ну, нам, походу, везде, потому что налево купальня, а направо просто позыри. А вот, видите, смотрите, вот течет. Я вижу, насколько она минеральная. Она просто минеральная-минеральная прям-таки. Вон, камни побелели аж от минеральности. В интернете всякое пишет, конечно, как и на заборе. Я читал о том, что, типа, место интересное. Не знаю, сейчас мы будем смотреть, конечно. Европейского лица ни одного. Это местные приходят. А вот они, горячие источники. Видите, они прямо хлещут. Хлещут прям-таки. Ты чувствуешь запах? Ну, говном не пахнет. Я больше чувствую запах серый. Вода горячая. Прям вот пальчик туда засунешь и обожжешь. Не обожжешься, но будет горячо. Яички, какая прелесть. А что вы говорили? Берешь корзиночку с яичками. Их где-то надо купить. Подвешиваешь на крючочек. И варишь. Есть еще вариант взять у кого-то яйца. Потому что они висят тут. Есть еще третий вариант. Но сегодня мы не будем это пробовать. Потому что, наверное, это больно. Демонстрация варенья яиц. Это, конечно, забавно. Но они настолько впечатляющие, чтобы сказать. Вау! Мы видели, как варят яйца. Не, ну прикольно то, что вода из-под земли реально горячая. Как это возможно? Это не из-под земли, это из-под земли. Надо найти бойлерную. И раскусить их. Короче, здесь реально скважина, из которой хреначит горячая вода. С газом. Насколько она горячая. Сейчас я потрогаю рукой. Мне очень страшно, но я все равно рискну. О, она реально очень горячая. О, я бы... А, я бы сказал, ну реально градусов. Так, блин, 85, наверное. Текло бы у меня в Москве под домом горячая вода из-под земли. Да, прикинь, какая-то золотая жила. Можно весь поселок отапливать. Лучше ехать. Срубать бабос. То есть у них есть здесь текло? У них была другая сторона? Не, нефть. У них лучше не связываться, мне кажется. От нефти одни беды. Будущее не настанет, пока нефть не кончится. Вот. А я простые куриные. Что-то не буду рисковать. Перепелиные, да. Обычно и так хватает. Мальчики, давайте, научите меня обращаться с яичками. Что нужно делать? Надо достать пакетик, чтобы он не сварился. Так. Это соевый соус, наверное, да? Угу. Теперь ложишь и засекаешь время. 16.42, я думаю, можно достать. Так, это Сашины яички. А где твои яички? А-а-а. Прям под источник. Никто не возьмет. Он хочет, что-то рюкки не носит. Вообще, стебная, да, тема? Приехать на горячие источники и варить яйца. Да. Коди. Да. О-о-о-о. Да ладно, прям все, плавку. О-о-о-о. Дно почему-то очень-очень скользкое. Я не знаю, почему. О, блин, оно горячее. Нет, в детстве часто парили ноги. А еще мы с папой ездили кататься на лыжах. И я когда приезжал домой, у меня начинали оттаивать пальцы на ногах. И было дико больно. И надо было обязательно почему-то их в горячую ванну совать. И было вообще больно-больно. А еще эта водица помогает. Остеохондроза, артроза, остеопороза еще раз. Артрита. Артрита. Геморроя. Да, и полиомиелита. А еще от инореза, слабоумия. То есть вот мне здесь подлечиться самое оно. Не зря я сюда приехал. Я, пожалуй, да, здесь зависну на пару дней головой вниз. Не знаю, тут как бы основные лечебные процессы проходят на яйцах. Поэтому головой вниз, наверное, будет не очень камельхо висеть. В окружении красивого сада, под шум водопада мы купаемся в Галимом болоте. Как тебе Галимое болото? Теплое. Да. Опять же самое жесть, когда вылезать надо. Захватно сразу. Да, да, да. Даже не верится, что в Таиланде бывает так холодно. А, представьте, что там все такие. Я спалил тебя, как водичкой этой себе волосы поправлял. Прическа. Надо яички окунуть в холодную водичку, чтобы они лучше очищались. О, смотрите, минуты набрали. А, I need cold water. Саня, бери яичко маленькое. Яичко. Ну, вот в каких животных это яйца. Это перепелка. Крепелиный. А, маленькая курица, что ли? Ммм. Это яичко. Крепелиное. Хочешь запить своем соусе? Нет, спасибо. Может быть, потом? Может быть, позже. Можно? Яйцо. Ну, кстати, яйца сварились нормально. Довольно-таки вкрутую. Да, это домик для корзинок. Корзиночный ад. Все плохие корзинки после смерти попадают в ад. А хорошее в рай. Отличился. Крепелиный адрес. Да. Это определенно стоит того. Очень непривычно плавать в горячей ванне. Вода как будто мы... Ну, все-таки народу понабежала. Я смотрю, какая-то итальянская делегация, походу, приехала. Или это сербы? Кто это? Я не знаю. Короче, трудно определить. А у меня рыгает с этим ромом. И с изюмом. Мороженое ели. Вот. Поедем потихоньку. За хаты. Дело к закату. Пора уже. В общем, королевские горячие источники подтверждают свое название. И нас... Нас не выпускают, потому что сейчас должен проехать какой-то королевский член. Да, должен, да. Вот. Тут везде полиция. На каждом углу, шагу. За каждым кустом. И даже вот на протяжении вот 10 километров пути сюда, там, через каждый километр, стоит два полицейских с другой стороны дороги. В общем, такая тема тут происходит. Вот ждем. Ждем, когда нам дадут выйти отсюда. Все, нас пропустили. Чуваки, кипиш закончился. Можете идти. Капункап. Ну, я не знаю, спроси, если можно. Прикинь, король сам приехал. Мы были в шаговой доступности к королеве. Можете было остановить, а я здорово шел. А прикинь, он бы такой... Он был автостаном. Прикинь, круто было бы, если бы такая машина остановилась, стекло бы опустился, тут король бы выглянул и сказал, о, пингвин, здорово. Че, опять здесь, да? Нет, он бы дальше сделал. Машина бы остановилась, опустилась бы стекло, и он бы сказал, Привет, меня зовут Кумифонов, Адулья Дед. Да. Было бы приятно. Мы видели машины, в которых, возможно, был король. Это было так волнительно, так волнительно. Мы припитали, припитали. Хотел спасть ниц, но мы... Сдержали. Столько держали, держали лицо, да. Вот. Короче, всем спасибо, спокойной ночи. Мы поехали дальше гулять. И... Все. Как тебе наше катание на байках? Экстремально, особенно по-ночному. До первого дня экстремально? Ну... Для первого дня вообще на байке это очень экстремально. Си, сразу по-ночному, да? Да. Некоторым даже без фара. Не, ну ты нормально вроде ездил. Молодцы почти не потеряются. Ну, я, видишь, на автомобиле езжу, и до этого, лет 15 назад, наверное, на мотоцикле ездил. Пару лет. Вспоминаешься немножко. Но это велосипед же почти. Ну, это велосипед. На нем как-то неудобно. Он, это, маленький. У меня Урал был. На нем. Ну, честно. Как тебе источники горячие? Достаточно ли они горячие? Достаточно ли они были горячие для тебя? Слишком, да. Это не влияет на мою температурную устойчивость. Они были слишком горячие, а вот бассейн был просто отличный. Бассейн то, что надо. Ну, ты бы туда поехал бы еще раз. Горячие ванны, можно большая горячая ванна. Ну, вот не в ближайшее время. То есть, если бы я вернулся через какое-то время, я бы съездил бы. Конечно. Ну, да, прикольно. Мне тоже понравилось. Я выходил. Как-нибудь туда, может, за рулю еще. Не, надо просто новых. Новых клевых мест хочешь. У нас тут до хрена будет место. Это мой так, первый день у нас сегодня раскачечка. Ты будешь кричать, что хватит новых мест. Как тебе табуретка, кстати? Нормальная, но неудобная, если душ. Угу. Все говорят, что. Приходится вот так, кстати. Ага, это нормально, кстати. Ты можешь, знаешь, что я сделаю? Фишку тебе расскажу. Вот эти подножки надо вынуть. Неудобно. Ставить. Тогда поднимаю. Неудобно? Продолжение следует...